Лог-регрессия мы с вами пробежали по теории на прошлом занятии. Знаю вам, там еще коллеги со старших курсов ее тоже пообъясняли уже. Логистическая регрессия относится к классификаторам линейным, которые позволяют создать простую устойчивую модель для разделения выборок на классы в зависимости от предыдущего опыта. В нашей работе у нас опять-таки будет цель создания модельных наборов данных, которые позволят нам изучить свойства лог-регрессии. И мы сможем управлять разделимостью этих классов, что тоже позволит нам посмотреть, как меняется показатель точность и существительность и специфичность таких алгоритмов. Плюс ко всему мы будем с вами делать функции, которые реализуют расчет основных моментов, связанных с обучением модели. И опять-таки для вас будет хорошая практика по созданию структурированного кода, который вы можете использовать потом в других проектах. Что значит у нас входит в задание? Нулевой понятно, это как бы у вас в отчетике, немножко теории добавьте. На первом этапе мы генерируем выбор клон для двух групп классов А и Б, так, чтобы эти классы немножко пересеклись. То есть это два улочка, которые немножко сходятся. И объекта должно быть там вот тысяча. Можете выбирать свое число. Здесь параметры классов непринципиальны, как будут выбраны. Струем скитерограмму для визуальной оценки разделимости групп. И формируем на основе этих групп А и Б массив Х, которые содержат данные, то есть как вот Ирис и Фишер, если вы помните из лабораторок. Это у нас есть такая переменная MIS, которая содержит в себе 4 столбика и 150 наблюдений. И нам нужны метки. Метками у нас будет переменная Y, которая соответствует метку 0 либо 1. Далее мы должны как-то адекватно поделить нашу выборку на обучающую и тестовую. Но, как вы знаете, мы учим модель на тех данных, которые предназначены для этого, они на все выборки, чтобы потом протестировать на оставшихся. Реализуем далее расчет коэффициентов физической регрессии по методу градиентного спуска. Тут у нас, если раньше мы по МНК считали коэффициенты, то тут у нас градиентный спуск, который чуть посложнее, чем МНК. Здесь у нас необходимо будет реализовать дополнительные функции. Это расчет сегмоиды, это расчет, ну, выходы сегмоиды имеется в виду, да? Это обновление весов и вот это вот все. И пожелание, ну, как бы на самом деле такое желание описательное уже стало в этом семестре, вынести обучение лог-регрессии в отдельную функцию и отдельно потом тестирование модели. Что такое обучение модели, да? Мы подаем в нее обучающую выборку, это данные и метки к ним, а на выходе получаем веса. Но тут важный момент. Перед обучением данные должны быть нормированы. На свое должно быть вычтено среднее значение и поделенные на СТД. Это позволяет привести их как бы к единому пространству с нулевым средним и единичной дисперсией. Это можно делать до обучения, можно делать внутри лог-регтрейна и на выходе вместе с весами отдавать эти параметры, чтобы потом использовать их при тестировании модели. Почему мы эти значения средние и СТД получаем именно на обучающей выборке, а в тестовой мы уже используем их для нормализации тестовых данных, потому что, конечно, мы их предопределяем в процессе обучения модели. Во время обучения мы накапливаем сведения об изменении точности и потерь на каждой эпохе обучения и рисуем графики. Вы помните, вот эти наши криворки, по которым мы можем сделать выводы о качестве обучения, насколько хорошо модель работает и необходимое количество эпох, которые тоже позволят нам достичь определенного уровня точности. Пожелание, это скорее пожелание, уже тоже опять же стало, построить инстаграмм и распределение выхода сигмоэда для двух классов на трении и на тесте. Это, я вам, вот такие вот штучки тут у вас приведены. Это выход сигмоиды, он у нас от нуля до единицы, как вы помните, который отражает вероятность принадлежности объекта класса. Тут у нас с синенькими сгруппированный нулевой класс, красненькими первый. Как вы видите, данная модель, она более четко отличает первый класс, чем нулевой, потому что нулевой он у нас растянут по C, EBS, CIS. И, конечно, это у нас тесте, на трении ситуация чуть получше, но не то чтобы сильнее. У нас есть хвосты, которые залезают на края. Но это позволит делать выводы о точности, о чувствительности, специфичности модели. Потому что, как вы помните, чувствительность – это количество трубозитов, деленное на общее число меток первого класса. Если мы поставим по порогу 0,5 классификатор, то, конечно же, у нас трубозитов будет не очень много. Но мы можем сместить левее и тогда увеличить это число. Тогда специфичность станет меньше. Но, в общем, эти тоже штуки, на самом деле, гистограммы выхода классификатора очень много дают информации о качестве работы. Намного больше, чем просто одна цифра точности. Вот. И в итоге вам нужно будет свести данные о чувствительности, специфичности для трейна и тестов в табличку, сделать вывод об эффективности. Лучше, опять же, эти значения рассчитывать в какой-то отдельной функции, потому что вам потом в курсовой это все понадобится. В курсовой будет лог-регрессия использоваться в сравнении с Фишером, который у вас на лабораторе. Итак, давайте начнем с первого пункта. Мы попробуем сгенерировать выборку для двух групп А и Б. запускать матлаб, создаем новый скрипт. Для начала зададим средние значения для нулевого и для первого класса. Берем их с головы, просто как нам захотелось, просто мы хотим понимать, что центры наших классов отстоят друг от дружка, некоторые не схлопываются, чтобы все-таки была разделимость. Поэтому первый класс мы задаем совершенно случайно. второй класс у нас первый будет немножко на удалении стоять от этого всего изобразия. И дисперсии соответственно мы тоже определяем, задаем для них интернет. Так, чтобы два класса у нас не сильно стыковались этими дисперсиями. То есть дисперсия СТД определяет ширину облачка. Смотрите, чтобы она была адекватной в расстоянии между вашими средними. можете брать свои числа. Это не принципиально. вот мы с вами получили параметры. как вы помните из лабораторных работ у вас есть функция норм R&D которая позволяет сформировать массив с заданной средней дисперсии объекта. И мы создаем наши массивы A и массив B. Давайте попробуем создать их с нашими имюшками. Я, честно говоря, сейчас попробуем сделать сразу 4 на 4. Вдруг заработает. У нас N на 4. Не работает он так. Да, потому что он должен быть размерности 1. Мы не можем использовать наши заданные массивы просто как захотели. Хотя тут говорится, что может быть массивом скалярных значений. Может быть мы неправильно задали где-то у нас variable explorer потеряла. Нет, нет. нет. Так. Так. Смотрим. Вот так вот оно . Давайте мы возьмем 4 на N. не хочет. без цикла без цикла пишите бедурадо. Соответственно, у нас A первый id-столбец будет равен 0 и T на S и T размерности N на 1. Может, я размер неправильно пишу. Давайте еще раз посмотрим. help через запятую размеры. Давайте еще раз попробуем. По синтаксису тут, видите, даже я не все помню. И это нормально. Для этого в матлабе есть прекрасный help, который не хочет. Ладно. Ну, что поделать. Итак, мы создаем эти два массива, которые имеют и тут прошу прощения, у меня языки в голове перепутываются. У нас в матлабе круглые скобочки, да? Вы меня тоже поправляйте, а то это неловко выходит. Что-то все то же самое. Только у нас уже будет мю-1 и с1. Да что ж такое. Почему он не хочет идти? посмотрим, что у нас образовалось. мы получили с вами массив массив 1000 на 4, который содержит в себе 4 столбика с заданными значениями минус минус 1 близко, да. Ну, в общем, все нормально у нас сгенерировалось. Давайте теперь посмотрим, как у нас эти классы пересекаются. Для этого рисую. я буду рисовать все время в figure 1 и ее очищать при каждом запуске, потому что чтобы на ней ничего старого не сохранялось, да. рисуем первые признаки например и второй для двух групп. Не забываем про холдом. Можно разделять на секции и запускать секции отдельно. запуск секции вызывается Ctrl-Enter. У вас запустится отдельная секция без вызова предыдущего кода. Это удобно. Вот. Ну и в принципе мы можем с AppLot еще посмотреть, как у нас распределены гистограммы признаков, потому что, конечно, вот так вот парами рисовать все четыре признака это очень муторно. Нам бы надо посмотреть как между собой первые признаки первые для двух групп стыкуются. Поэтому мы сделаем вот так. Смотрите. делаем цикл для и от единицы до четырех жестко напишем. Мы берем SubLot, активируем и и рисуем гистограмму распределения этого признака в группе А, холдоним и то же самое гистограмма для распределения признаков группы B. Зачем нам это надо? Нам нужно оценить, верно ли мы смоделировали данные, действительно ли они у нас чуть растопаются, потому что могут пересекаться, а нам сильно пересечения не надо. Запускаем через Ctrl-Enter эту секцию и вот мы видим результаты. В гистограммах это на самом деле сложная штука, чтобы они рисовались хорошо, но что есть, то есть. Мы видим на четвертой гистограмме можно тайтлы добавлять. Опять же тоже не помню. работает. Нет, так не работает. Их, тарататам, может плюс. Не работает. Ну ладно, без подписи, там просто значок, я сейчас уже не буду вспоминать. Не забываем точку запятой, да. Мы видим, что, например, по четвертому признаку у нас есть перекрытие достаточно большое. Для первой группы у нас дисперсия 2 это много, да, поэтому нужно сделать поменьше, чуть-чуть, либо подальше поставить. Давайте возьмем среднее 8. Запустим первую секцию еще раз и запустим последнюю. Так, легче особо не стало. еще чуть-чуть судим. Вот так вот уже оно повеселее. Наверное, тут в этих случаях тоже слишком большие перекрытия получились у нас между двумя группами, данных. возьмем еще снизим разброс данных и чуть-чуть удалимся. как-нибудь типа вот так. У тебя тут даже жирновато в мночку. Чтобы не совсем хорошо все распределялось. Ну, что-то типа такого. Напишите, пожалуйста, в чате плюсик или минусик, успели ли вы сделать быстрее негистограмм. Если есть вопросы и вы можете прокомментировать, на чем остановились, то задавайте. Какую ошибку выдает? Что-то не так переписали. обращайте внимание на все запятые, потому что программирование наука точное. Одна какая-то странная Дарина пишет. В чем странность? Слишком широкая либо что? У нее просто почему-то один из розовых столбцов прямой и до конца. И он очень широкий, поэтому кажется, что это какой-то ненормальный распределение, а просто в каком-то интервале у меня одно и то же значение. На самом деле вот такие странные построения гистограмм это часто бывает в Лабе, поэтому попробуйте выбрать в гистограмме количество бинов, количество столбиков. Тогда это поможет подобрать более как бы приемлемый вид гистограмм. видите, можно делать более мелкие столбики. Почему-то ругается не на то, что круглые скобки, хотя все вроде переписал так же я на круглые скобки и все равно это не работает. А можете показать скрин экран, ну, пошарить экран? там, где у вас в девятой и десятой строчке N и N без скобок должны быть. И чуть пониже тоже. И я рекомендую делать отступы внутри цикла, потому что это позволит вам вход более читабельным делать. То есть вот перед A и B использовать TAP. Вот так, да. Потому что потом у вас дальше будет Python, а он чувствительным к отступам и будет сложнее. Лучше сразу себя приучать. Лен ГТХ, а не Лен ГТХ. Александра, что у вас за ошибка? У меня почему-то она ругается на запятые после этого, после задания скатрограмм. Я не знаю, почему. Вроде бы как у вас все написано, я сравнила несколько раз. Показывайте. Иллюстрация экрана. Вот. Ага, скобочка не закрыта. А, две скобочки, точно. Что я это все не должна ругаться. Ну, дальше у вас опечатка фигур. Да. Это опечатка. Ответ. Окей, заработает. Вот. Ну, у вас тоже, смотрите, вы выбрали средние значения такие, что у вас, например, третий параметр перекрывается. Где у вас выборка по первому параметру, тоже ничего не видно. Покажите еще раз код. Вот. Вы, когда выбираете средние значения, вы должны понимать, что они у вас далеко, но при этом, видите, у вас разброс 4 получается по первому и второму классу. Ну, минус 4, да, нельзя отрицательную дисперсию брать. И вот минус 0,8 у вас тоже еще есть в первом. И там, где вас, ну, попробуйте сейчас запустить, просто там, где вас 8,9, там тоже слишком близко. То есть, видите, у вас средние значения очень близки и в некоторых случаях классы хлопываются. Подбирайте так, чтобы классы расходились. Да, Уменьшайте дисперсии. Это у вас средние значения для дисперсии сейчас управите. ой, да, у меня это немножко. Так, 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 Спасибо. Спасибо.